Инновационная тематика Макса Планка Петр Груз. Данная организация занимается поддержкой фундаментальных исследований в Германии. Общество Макса Планка сотрудничает с университетами и образовательными структурами. По мнению Петра Груза, любые инновации рождаются из фундаментальных исследований. Чтобы создавать из идеи инновации, ученым необходима автономия и финансовая стабильность. 30% всего дохода от патента, от лицензии попадает обратно к изобретателю. Это совершенно справедливо. Он должен зарабатывать. То есть это идет снизу вверх. То есть фактически нужно создать рамку, структуру, как система вознаграждения будет работать. В России ситуация прямо противоположная. Открыть двери крупных корпораций российским изобретателям нелегко. Из-за отсутствия промежуточного звена между предприятиями и разработчиками, часть советских разработок увидела свет в других странах. Интернет, это американская разработка, это в Советском Союзе. Остальные все разработки считаются тоже американские. Даже IP-технологии, вы называли Microsoft, это 99% российско-белорусские разработки. У нас все, что вы имеете, даже тот же мобильный телефон. Жорис Иванович Алферов сказал, извините, но это наш. Такой вопрос и мнение из зала вызвал серию дискуссий. По мнению Виктора Виксельберга, фонд Сколково должен стать той структурой, которая поможет продвигать идеи разработки на рынок. Прежде всего, необходимо создать рынок интеллектуальных прав. Результаты дискуссии и предложения представят председателю правительства Дмитрию Медведеву. Также во второй день форума обсудит венчурный капитал, роль бизнес-ангелов и вузов в развитии инноваций.